Сегодня мы разберем песню Lover от Taylor Swift Вышедший в августе этого года клип уже набрал на YouTube более 66,5 миллионов просмотров и полтора миллиона лайков Ставь лайк, если знаешь эту песню Присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром We could leave the Christmas lights up till January Дословно Мы можем оставить гирлянды до января Leave Оставлять, покидать Например Please, leave me be Please, leave me be Пожалуйста, оставьте меня в покое Up till означает до, как в этой строчке Up till January До января Up till the end До конца Up till now До сих пор This is our place, we make the rules This is our place, we make the rules Дословно Это наше место, мы создаем правила Или Это наш дом и наши правила Глагол make означает делать В отличие от глагола do с тем же значением Глагол make используется, когда мы что-то создаем Например Создаем правила дома Как в этом предложении Make the rules Или Make the call Позвони Полезное видео о разнице между do и make Вы найдете Нажав на ссылку В верхнем углу Не забывайте, что предложение, начинающееся с конструкции There is, there are Как это Переводится с конца И тогда Дословный перевод Будет таким Вокруг тебя Чарующая дымка Нечто загадочное Тейлор использует тут слова Которые чаще можно прочитать в книгах Нежели услышать в разговорной речи Тем самым Как бы намекая Что ее нынешние отношения Похожи на сон Или сказку Ну а если вдруг Вам захочется сделать кому-то комплимент Смело используйте фразу You are dazzling You're dazzling Ты ослепительна Главное, чтобы тот, кому вы это говорили Знал это слово Я знаю тебя 20 секунд Или 20 лет Глагол known Третья форма от глагола know А все потому, что здесь используется Время present perfect Мы познакомились когда-то в прошлом И к настоящему моменту Знакомы уже 20 секунд Ну или лет How long have you known? How long have I known? Long have you known? How long have I known? Как давно ты знаешь? Как давно я знаю? Can I go where you go? Can I go where you go? Дословно Могу я пойти туда, куда идешь ты? То есть Могу я всюду следовать за тобой? Can we always be this close Forever and ever Can we always be this close Forever and ever Можем ли мы всегда быть так близки навсегда? Фразу Forever and ever Можно так перевести Как на веки вечные Или вовеки Хотя Так вообще еще говорят? Forever and ever Forever and ever Take me out And take me home Эту фразу Можно перевести как Пригласи меня куда-нибудь И отведи домой Фразовый глагол Take somebody out Означает Пригласить кого-то куда-то Вывести в свет Так сказать Например Take her out to dinner Or the theater Take her out to dinner The theater Пригласи ее на ужин Или в театр You are my, 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 my lover Ты мой, 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 мой возлюбленный Окончание er в слове lover Обычно добавляется к глаголу Для образования существительного Со значением человека Который совершает действие Например Build Строить Builder Строитель Sprinkle Брызгать Sprinkler Разбрызгиватель Farm Возделывать землю Farmer Фермер Verse second Куплет второй Мы можем позволить друзьям Переночевать в гостиной Глагол let Используется здесь В значении Позволять Разрешать Как, например, в вежливой просьбе Let me Позвольте мне Слово crash Обычно означает Аварию Или крушение Но в разговорной речи Глагол crash Может употребляться В других значениях Например, как и тут В значении Переночевать I'll need a place to crash I'm gonna need a place to crash Мне нужно будет Где-то переночевать А еще Глагол crash С предлогом in Может означать Являться без приглашения This is our place We make the call Это наш дом Дословно место Мы совершаем звонок Как мы уже говорили Make the call Можно перевести Как позвонить Но в этом контексте Эта фраза Означает Принимать решение Flat Or ridge You make the call Flat or ridge You make the call Плоский или заостренный Ты реши I'm highly suspicious That everyone who sees you wants you And I'm highly suspicious That everyone who sees you wants you Я сильно подозреваю Что ты нужен всем Кто видит тебя Красивое слово Suspicious Можно перевести Как подозрительный Недоверчивый А вот стоящее перед ним Слово Highly Означает Весьма Крайне Очень Сильно Слишком Чрезвычайно Я выгляжу подозрительно Я люблю тебя уже три лета, дорогой Но я хочу их все Глагол love Любить Стоит во времени Present perfect И принимает форму Have loved Ladies and gentlemen Will you please stand? Ladies and gentlemen Прошу вас встать Модальный глагол will Используется в вопросительном предложении Для выражения вежливой просьбы Прошу вас встать Или Не могли бы вы встать Пожалуйста Вы нас тоже Пожалуйста Поддержите Поставьте лайк И не забудьте Подписаться на канал Пишите в комментариях Какую песню Еще разобрать А еще С нами учить английский Интересно Просто знайте это И просто Переходите по ссылкам в описании С каждым шрамом От гитарных струн На моих руках Я беру эту магнитную силу человека Чтобы он был Моим избранником Тут даже нечего сказать Может Мы не такие ценители музыки Тейлор Свифт Но Видимо Это что-то Ну Очень Романтичное My heart's been borrowed And yours has been blue Мое сердце Было взято взаймы Твое Загрустило Has been borrowed Было взято взаймы Это страдательный залог Времени Present Prophet Мы употребляем его Когда нам Не важно Или неизвестно Кто выполнил действие А Present Prophet Выбран Потому что нам не важно Когда именно Ее сердце одолжили Важен результат Это было в прошлом А blue Это не только голубой цвет Но и прилагательное Со значением печальный Грустный Да и вообще Вся эта фраза Отсылка к свадебной Традиции Согласно которой На каждой церемонии Должно быть Что-то старое Что-то новое Что-то взятое взаймы И что-то голубое Я не могу выйти замуж Пока не получу Что-то старое Что-то новое Что-то взятое взаймы И что-то голубое Все хорошо Что хорошо кончается Вместе с тобой Слово end Это не только Существительное конец Но и глагол Со значением Заканчивать Прекращать Это адаптация Поговорки All is well That ends well По сути Аналог российской поговорки Все, что не делается Делается к лучшему Только Такой более романтичный вариант Все, что не делается с тобой Делается к лучшему Swear to be overdramatic And true to my lover Swear to be overdramatic And true to my lover Я клянусь Быть слишком драматичной И верной своему возлюбленному Swear Означает клясться Присягать Overdramatic Прилагательное Dramatic Драматичный С приставкой Over Которая имеет значение Вдобавок Сверхслишком Через чур Например Act Играть Overact Переигрывать Full Полный Overfull Переполненный True Это не только Истинный Но и верный Преданный And you'll save All your dirtiest jokes For me And you'll save All your dirtiest jokes For me А ты Оставишь для меня Свои самые Неприличные шутки Dirtiest Превосходная степень Сравнения От прилагательного Dirty Со значением Неприличный And at every table I'll save you a seat lover Я буду занимать для тебя место За каждым столом Дорогой Глагол save Это не только спасать Но и приберегать Оставлять Как тут I'll save you a seat Занять Или оставить место Для кого-то Мы тоже для вас Кое-что прибережем Слова и выражения Из сегодняшнего видео Со всеми примерами Вы найдете В статье На нашем сайте Все ссылки В описании С вами были ребята Из English Show Пока